Вокруг меня было очень много хороших примеров учителей. Я отлично понимаю, что происходит в головах пацанов. Мальчикам не объясняют так, как им надо. Нашу роль мотивировать с собой. 75% парней шеи сворачивают. Ненужные вопросы возникают на этой почве. Это худшая тема, которую она могла выбрать. Ну, мы устроили там натуральный зоопарк. С мужчинами, с отцами по-мужски обсуждаем детей. Чем бы я ни занимался, ничто не будет так же значимо, так же весово, такой же гордостью для меня самого, как педагогика преподавания, работа в школе. Здравствуйте, меня зовут Инна. Я студентка 4-го курса Института психологии и образования. И я педагог начального образования английского языка. Сегодня со мной гость Айнур Хадиев, учитель русского языка и литературы, IT-лицея Казанского федерального университета. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня я бы хотела с вами поговорить и обсудить вообще роль мужчин в школе. Потому что если мы обратимся к статистике, то с 2018 года это примерно 10-15%. В частных школах там чуть-чуть больше уже процента. И, пожалуйста, чем вот был обусловлен выбор вашей профессии? В классе девятом, наверное, я точно решил для себя, что буду учителем. Есть же такие круги эйлера, кажется, называется, когда нужно три круга, чтобы они совпали в одном месте пересечения. Первый круг у меня был, чтобы у меня это хорошо получалось. Тогда я неплохо занимался русским языком, литературой. Учитель русского языка, литература совпадает. Второй круг был, чтобы за это платили. Третий круг был самый сложный. Работа должна была быть значимой. Это должно быть таким значимым, что хоть как-нибудь положительно повлияет на мир. И три круга пересечения, то есть три круга пересеклись в учительстве. Подкреплено это было тем, что вокруг меня было очень много хороших примеров учителей. Конечно, они меня вдохновляли, были такими своеобразными героями. И вот с класса девятого я целенаправленно готовился, конкретно обозначил список вузов, в которые я хотел поступить, конкретно посмотрел, что нужно туда сдавать, и только эти предметы усиленно изучал. Например, мне не нравилось общество знания, но я понимал, что на любую педспециальность нужно общество знания. Поэтому я его сдавал, поэтому я участвовал в каких-то университетских олимпиадах перечневых. Так и получил 100 баллов по общество знанию. В общем, все было направлено на эту цель. У меня это наоборот произошло. Я первоначально закончила химбиокласс, и я думала, что я пойду по направлению с химией. И чисто случайно мы не туда нажали, и попался институт педагогики и образования. И в итоге я подала документы туда. Я не прошла на бюджет, но на первом курсе потом перевелась. И только на третьем курсе я поняла, что я действительно хочу быть педагогом, когда уже попробовала себя в репетиторстве, попробовала на стажировках в школе и в летних лагерях. И это очень интересно, когда с самого начала, с 10 класса, вы уже знали, к чему вы идете. Потому что многие, закончив пятый курс, не понимают, а куда же они хотят идти. И это очень здорово, что у вас есть определенная цель, к которой вы пришли. Но тут тоже неправильно будет сказать, что не было перипетий. Я не просто так брал два раза академ во время учебы. И в трудовой, помимо четырех или пяти школ, где я работал, еще примерно столько же других мест работы, самые разные сферы. IT-сфера, госслужба, просто бизнес. Я открывал свою ОООшку одно время. Я помимо учительства перепробовал очень много чего. Но все равно сейчас я вернулся в школу, сейчас я работаю в школе. Когда вы работаете в школе, у вас были ли такие желания, чтобы все, бросаю, увольняюсь, больше не хочу работать? Конечно, стабильно раз в пару лет. Ты думаешь, а чем ли я, тем ли я вообще занимаюсь? Видите, проблема работы в школе в том, что там не так много возможностей для карьерного роста. Ты горизонтально можешь расти. Ты можешь стать заучем в этой школе, ты можешь стать директором в этой школе. Да и все. Ты можешь стать очень хорошим педагогом, но очень хороший педагог и просто педагог по факту мало чем отличаются в рамках одной школы. Поэтому иногда вот эта амбициозность, желание чего-то большего, оно, конечно, выталкивает из школы в такое, в открытое поле. Займись чем-то еще, посмотри, из чего еще сделан мир. Я думаю, у каждого учителя мужчины или учителя парню бывает такая идея, хочу попробовать чего-нибудь еще, кроме школы. Вот у меня такое было неоднократно. Но все равно, чем бы я ни занимался, я все равно приходил к идее, что, ну нет, это не то. И возвращался к школе. А что вас возвращало? Почему именно возвращались? Вот этот кругляшочек про значимость. Любой бизнес, которым я занимался, он все равно утыкался в то, что когда-нибудь на пенсии я буду вспоминать свою вот эту молодость, свои золотые годы, буду вспоминать, чем я занимался. Да, я зарабатывал деньги, да, возможно, это даже было интересно временами, но насколько это было значимо, насколько я горжусь тем, что я делал тогда, в свои 20 с чем-то. Вот, я подумал, что чем бы я ни занимался, ничто не будет так же значимо, так же весово, такой же гордостью для меня самого, как педагогика, преподавание, работа в школе. По статистике, большинство мужчин-педагогов — это преподаватели ОБЖ, либо технологии. И на самом деле это забавно, но учителя русской литературы — это буквально 2% мужчин-педагоги. Почему именно русский и литература? Было бы странно, если бы были анекдоты про учителей, не про трудовика и педагогика, а вот как-то учитель русского и английского встретились. Нет. Да, я согласен, это очень странно, но у меня получался русский язык, у меня получалась литература. В моем детстве не было компьютера, не было интернета, все, что у меня было — это библиотека в нашем же доме на первом этаже, потому что я очень много читал. Мне все это было легко и интересно, участвовал в олимпиадах. Вопрос «стать учителем» уже решен, вопрос «учителем чего» — да тоже решен. Вот чем ты занимался все эти годы, на олимпиады по какому предмету ты ходил все эти годы, вот учителем этого ты и станешь. Плюс я понимал, что я учился в гендерно разделенной школе для мальчиков, у нас учителя гуманитарного цикла, почти все были женщины. Я понимал, что учителей мужчин русского языка для мальчиков не хватает. Я знаю в Татарстане, наверное, не больше 10 учителей мужчин русского языка, с кем-то мы плюс-минус между собой общаемся. Процент очень маленький, согласен, количество очень маленькое. Но вот эта вот идея, что мальчиков русскому тоже в моем понимании, я могу ошибаться, но в моем понимании лучше будет обучать учитель мужчина, поэтому тоже я должен пойти этим заниматься. В вашем классе есть ли вот это вот гендерное разделение или классы смешанные девочки и мальчики? В школе, где я сейчас работаю, у девочек примерно 25%, то есть есть классы, где там девочек большинство, есть там, где меньшинство. Смотрите, тут есть две ситуации. Во-первых, вы как учитель женщина очень хорошо понимаете, что происходит у ученицы девочки в голове, потому что вы тоже были такая. Как ей рассказывать, так, чтобы ей было интересно, так, чтобы она понимала, так, чтобы у нее получалось, вы очень хорошо знаете, потому что вы по факту рассказываете о себе. Что происходит в голове у мальчиков, вы можете понимать только на теоретическом уровне, только по рассказам других мужчин или мальчиков. Но как оно там на самом деле, вы не прочувствуете, потому что у вас такого не было. То же самое у меня. Я очень условно понимаю, что происходит в головах девочек и как им нужно, там, вносить материал, как нужно выстраивать его, чтобы им было интересно. В то же время я отлично понимаю, что происходит в головах у пацанов, потому что это пример то же самое, что было у меня. Часто говорят, что девочки лучше учатся, чем мальчики, что у них лучше оценки, что они более прилежные, что у них лучше все получается, что они сидят на первых партах, такие умницы-отличницы, а бездельники, балбесы, пацаны сидят сзади, чуть ли не в карты играют на последних партах. Я вижу проблему в том, что на таких уроках, как правило, это учительницы. Учительницам комфортно работать с девочками, а то, что там сзади пацаны и балбесы, ну это с ними нужно разбираться, кому-то это захочется, кому-то не захочется. В то же время есть статистика общего экзамена среди гендерных школ, гендерно-разделенных школ, и в среднем в таких школах такие экзамены мальчики пишут лучше, чем девочки. Как вы думаете, с чем это обусловлено? То есть нет такого, что девочки учатся лучше, чем мальчики, потому что девочки прилежные. Нет, просто девочкам объясняют так, как им надо, мальчикам не объясняют так, как им надо. 2% объясняют им так, как надо. Вот, это первая часть. То есть удобнее и проще, чтобы мальчиков обучали мужчины, а девочек, женщины. Так им проще будет доносить какую-то информацию. Но есть вторая часть. Не должно быть перекоса. То есть если даже в гендерно-разделенных школах будет суровое разделение по гендеру учителей тоже, будет перекос. Потому что женщина, как учитель, тоже чему-то приучает или что-то воспитывает в мальчике. Она выступает как образец женщины. И без такого образца мальчик не будет гармонично развит. То же самое девочке. Девочкам периодически нужен образец мужчины, преподаватель мужчины. Не знаю, есть ли такая статистика у вас, но ее несложно загуглить. То есть неполные семьи, семьи, в которых есть только мама или только папа. Это немного смещает баланс. А если еще и в школе сильный дисбаланс, то дети вырастают часто, видя много хороших образцов женщин, но мало образцов мужчин. Девочки в том числе. Поэтому баланс и некое подобие равнозначности, равновесности, равносильности должно быть в моем представлении. В нашей школе примерно 50 на 50 учителей мужчин, учителей женщин. Я работал в школах с сильным перекосом в женскую сторону, с довольно крепким перекосом в мужскую сторону. Но, конечно, чем более сбалансирован педсостав, тем более сбалансирована ситуация вообще в целом в школе. И в чем же заключается роль мужчины, учителя в школе? Роль мужчин, так же, как и роль женщин, выступает своеобразным примером. Мы уже давно не на том этапе педагогики, где наша роль — передавать информацию, передавать знания. Мы не носители знаний энциклопедических самих по себе. Все, что знаем мы, они легко загуглят, ученики. Наша роль — мотивировать, мотивировать с собой. Вот я как личность, как педагог, должен своей личностью мотивировать их к развитию, к учебе, вызывать интерес, находить нужный подход. Роль мужчин в этом плане такая же, как у женщин. Использовать свои сильные стороны, чтобы находить подход к детям, интересовать их. Встречались ли вы с тем, что девочки-ученицы влюблялись в педагога? Конечно, встречался. Гораздо чаще я встречался с тем, что мальчики-ученики влюбляются в новеньких практиканток. Даже сейчас у нас в лицее пришла группа практиканток английского, кажется, точно не помню. Но, конечно, наши 75% парней шеи сворачивают каждый раз, когда они мимо проходят. У нас же еще старшие пацаны, прям такие уже крепкие. Конечно, и то, и другое имеет место быть. Мы никуда не денемся. Тут очень важно, насколько профессионально себя поведет педагог. Потому что можно как усугубить это, так и сразу пресечь на корню. Так себя поставить, что это не скажется на учебном процессе. Понятно, что какие-то там мысли, смешки, они всегда будут. Но все равно можно выстроить учебный процесс так, чтобы это не влияло. Более того, учителя, особенно молодые учителя, могут это использовать себе во благо. Когда ученик всеми силами старается, хочет тебе понравиться, ты можешь это использовать. Не то, чтобы давать надежду, нет, ни в коем случае. Просто выстраивать хорошие отношения на этой почве. Встречались ли вы с тем, что ребенок сублимирует на вас роль отца? Я бы не назвал это сублимацией. Я сам вырос без отца. У меня есть дедушка, у меня есть дядя, у меня есть отчим. Ну, все они, можно их назвать таким образом отца. Но все равно любой парень, такой подросток в переходном возрасте, он ищет где-то модель старшего мужчины. Иногда люди находят это в семье, иногда в школе, в худших вариантах находят где-то в нежелательных компаниях. Но все равно мальчик будет искать себе образец. Это нормально, потому что подросток не знает, что ему делать. Ему нужно на кого-то хоть как-то равняться. Не знаю, как это работает у девочек. Честно скажу, могу только за мальчиков сказать, вот этот образец порядочного, честного, достойного мужчины в школе, он может очень многих парней, как бы это высокопарно ни звучало, наставить на путь истинный. Хорошо. Чувствуете ли вы за это ответственность? Конечно, конечно, несомненно. Гораздо больше ответственности, чем за предмет, который я преподаю. То есть если я где-то не так объясню им суффиксы или приставки, они потом могут это где-нибудь перечитать, понять, что там Анин Равасильевич нам не то рассказал, вот так же надо было правильно. Это не такая большая потеря. А вот если я где-то невольно, каким-то не тем словом, не тем жестом, не тем действием, так или иначе воспитаю в них негативную черту, какое-то свойство, какую-то черту характера, загублю что-то хорошее, что в этом есть, это гораздо больше ответственности, чем предмет, который я веду. Получается, вы придерживаетесь тому мнению, что школа, она по большей степени должна воспитывать, а не обучать? Мы можем очень долго решать, что школа должна, но важно понимать, что школа делает по факту. По факту она и обучает, и воспитывает. Дети проводят в школе очень много времени, в зависимости от школы, конечно, но в целом очень много времени. Как бы школа не скидывала с себя ответственность, как бы преподаватели не говорили, мы только даем уроки, а воспитывают пускай в семье, по факту получается, что воспитание ученики тоже получают в школе. Просто этот процесс учителя могут контролировать, а могут и не контролировать, пустить на самотек. Не будет ли это сложно ученику, когда у него идет столкновение воспитания в школе от педагога, какой-то пример, например, и потом, когда он приходит в семью, а там совсем все по-другому? В школе он видит, или она видит учителей, которые ведут себя, скажем, интеллигентно и прилично, возвращаются в семью, а там мрак мрачный, конечно, это вызовет диссонанс, но пускай, что в этом плохого, если это так. Конечно, хотелось бы, чтобы у всех в семьях все было хорошо, но если вы говорите о таком контрасте, тут мы можем отвечать только за себя, только за свою роль учителя. Мы можем постараться в ребенке возрастить что-то хорошее, счастливое, гармоничное. Что из этого дальше получится и наша зона ответственности? Возможно, мы, возложив на себя миссию воспитать, не увидим плодов своих трудов никогда. К этому мы должны быть готовы. Это нормально. Как вы думаете, какой предмет учитель-мужчина должен преимущественно вести? Я считаю, что в старших классах, особенно в старших классах, нужно гендерно разделять некоторые предметы. Из простого физкультура. Я считаю немного странным, если у 11-классниц физкультуру ведет мужчина или, тем более, молодой парень. Ненужные вопросы возникают на этой почве. То же самое наоборот. Есть забавный пример. На моей памяти мы учились, у нас класс пацанов, 10-классники, все пышат гормонами, все на взводе. И вот у нас новая биологичка. Молодая девушка, только с универа, наверное, не знаю, решила она нам почему-то на свою голову на первом же уроке рассказать о том, почему важна контрацепция. Это худшая тема, которую она могла выбрать, потому что мы устроили там натуральный зоопарк. Во-первых, она не может контролировать нашу дисциплину, потому что мы 10-классники, 17-летние лбы, сидит нас 20 человек, мы все токсикозные, и вот она нам закидывает контрацепция, и девушка перед нами стоит. Казалось бы, на этом можно было сделать какие-то уроки, но еще двум классам, которые были после нас, она решила дать ту же самую тему, возможно, с идеей, что, ну, может, со второго раза прокатит. Но нет, она проработала у нас один день, после этого дня она разревелась и больше не приходила. Учитель, преподаватель мужчина, который пришел, ну, не сразу после нее, ну, в общем, пришел преподавать биологию, не с первого урока, со временем, когда у нас наладились какие-то отношения, смог обсудить с нами на серьезной волне тему контрацепции. И тут мы уже не то что не посмели устраивать зоопарк, это было неуместно, потому что, во-первых, перед нами мужчина. Для нас, для парней, это не одно и то же. Во-вторых, он нашел слова, подходящие для наших дурных голов. В-третьих, он выстроил с нами доверительные отношения, доверительно-уважительные. И вот при таком подходе, ну, мы все поняли, все, что до нас хотели донести, никаких там сцен не устраивали, ничего такого не было, просто приличный порядочный урок. Разница в подходе. И все-таки разница в человеке, который перед тобой стоит. В старших классах какие-то темы парням лучше объяснят мужчины. Какие-то темы, это вот темы, связанные с взрослением, с биологией, с анатомией, что-то вот такое. То же самое девочкам. Не знаю, я оставлю себя на место биолога, который вот передо мной сидит класс 10-классниц, там, или 11-классниц, я вот буду им про пестики, тычинкер, да ну, я не хочу, пускай это делает женщина. Я пойду к пацанам, мы с ними нормально это обсудим, нормально все порешаем, и не будет никаких ненужных вот этих всклок. Но в то же время есть какие-то предметы, которые в целом не так зависимы от гендера, особенно если класс смешанный, если там мальчик-девочек примерно поровну, тот же самый русский язык, ту же самую там математику или любые другие такие похожие предметы в гендерно равном классе одинаково успешно будут преподавать и мужчины, и женщины. Вы сейчас рассказали хороший пример, как не нужно вести себя молодой учительнице на занятиях. И я бы хотела задать такой вопрос. Как вы думаете, какие качества вас лично раздражают в женщине-учителе? О, какой вопрос. Вот прямо чтобы раздражать-раздражать, я думаю, меня одинаково раздражают и мужчины, и женщины в этом плане. Я только могу, опять же, основясь на своем опыте, рассказать, что не то, что наложит крест, что подпортит немного репутацию учителя-женщины, если она начинает свою работу в гендерно-преимущественно мужском коллективе. Именно мальчиков-учеников или мужчин-учителей. Если одним словом, непрофессионализм. Учительница должна понимать, что она в первую очередь учительница, а уже потом женщина. Учительница в то же время должна где-то там в подсознании держать, что чем старше мальчик и чем моложе она, тем больше у мальчика сторонних мыслей, не связанных с ее предметом. Каждая женщина-учитель должна понимать, что вот этот старшеклассник потенциально обо мне думает. Не только на уроках. Скорее всего. Думая об этом, я думаю, любой адекватный человек, любая адекватная девушка, женщина в состоянии будет выстроить нечто похожее на субординацию. Что вот у нас есть урок, мы его проводим, какие-то вопросы, домашние задания и так далее. Не более того, то, как общаться с детьми, то, что можно детям позволить, что нельзя детям позволить, учитель или учительница должна решить очень-очень точно. Очень точно отдавая себе отчет в том, к чему могут привести что-то похожее на понебратство. Вот понебратство в отношении с учениками, не знаю, как с ученицами это работает, наверное, это нормально, когда вот там девочки, там младшего или даже среднего звена, там видят свою учительницу, подбегают, обнимаются. Наверное, это нормально. Но абсолютно точно нельзя выстраивать ничего похожего с мальчиками. Мальчиков периодически должны учить женщины. Это нормально. Мальчики должны в школе видеть хороший пример женского поведения, женского общения. Это нормально. Но это больше должно быть из разряда не как друзья, подруга-друг, а больше, наверное, даже как мама-сын. Вот нечто вот такое должно выстроиться, то есть вот такая субординация должна быть. Если учителя женщины такое, о таком не задумываются, не хотят такое делать, или просто им комфортнее как-то молодиться, что ли, я не знаю, как это работает, женщины же хотят выглядеть моложе. Вот, если я с учениками как-то на равных буду общаться, может, я так буду моложе, это очень много попортит. В целом, вот такого прям раздражающего отдельно чего-то у женщин, отдельно у мужчин, ну нет, я не встречал. Читаю, что больше я по работе общаюсь с учителями-мужчинами, больше меня раздражают учителя-мужчины. В чем они вас раздражают? Мы больше пересекаемся. И вот больше косяков, таких просто общих косяков, которые просто у всех учителей есть, таких прям, которые вот цепляют или еще чего-то, замечаю больше у мужчин, конечно. Есть такое расхожее мнение, не могу сказать, что оно точно верно, что если есть женский коллектив в школе, то вот он обособленно женский, и у него есть какая-то внутренняя кухня, и они чего-то там замышляют, чего-то там обсуждают за спиной, какие-то у них там сплетни, склоки. Я к этому довольно нейтрально отношусь, не отслеживаю ничего такого. Главное, мне самому уверенно чувствовать свою позицию в конкретном учебном заведении, что какие-то там сплетни, даже если они будут, они на мою позицию не повлияют. Но в то же время я общаюсь уважительно с достоинством с каждым преподавателем, будь это женщина или мужчина. А то, что где-то там происходит, меня вообще не касается. Я не за этим сюда пришел, я в школу пришел не чтобы в учительской с кем-то чего-то обсуждать или обижаться, когда меня обсуждают. Нет, у меня есть задача, у меня есть работа, я пришел в эту работу работать. Пока мне не мешают, пускай занимаются чем хотят. То есть я так правильно понимаю, что нет вот этого сплочения в коллективе между мужчиной и женщиной? Почему? Очень даже может быть. Вокруг какой-то общей идеи, общей цели. Например, часто бывает, что есть какой-то проблемный класс, не знаю, одиннадцатиклассники, у которых уже есть поступление в университеты по олимпиадам, и из-за этого они не хотят сдавать ЕГЭ выше порога. Вот такая у нас сейчас ситуация. Я веду у них русский, я готовлю их ЕГЭ по-русскому, они сидят у меня на уроке. Сколько порог, Айнер Васильевич? Я говорю, я вам не скажу, сколько порог, пишите на максимум. Они говорят, да ладно, мы же уже поступили. Я понимаю, что не только у меня такая проблема. И когда мы с преподавателями, женщинами, которые у них тоже ведут, садимся и обсуждаем их вопросы, их проблемы, конечно, у нас очень сильное сплочение, потому что мы в первую очередь коллеги. Гендер в этом вопросе значения не имеет. Мои коллеги, мы работаем над классом, над одним классом, давайте придумаем какое-то решение для вот этого педагогического кейса. Это в приоритете. Будут они мужчинами или женщинами, не так важно. Я могу только сказать, что тут очень важно, что в голове у учителя, когда он приходит работать. Если в голове у него есть важная, значимая цель, обучать детей. Можно сформулировать по-разному. Взрастить новое светлое поколение, как-то привести будущее, привести в будущее хороших ребят, что вот такое, что угодно. У него все будет хорошо. У него будет нормальное отношение с коллегами, с администрацией, с учениками. Но если будут какие-то вкрапления вот этих личных вопросов, личных проблем, где-то там самоутвердиться, где-то что-то кому-то доказать, ну, нет, это приведет за собой еще больше проблем. Потому что это такие маленькие триггеры начнутся. Где-то там к тебе неуважительно отнеслись, и вот ты уже ходишь, насупился, обиделся. Где-то там администрация как-то тебе не так сказала, как тебе хотелось бы. Где-то, может, дети не так отреагировали, как тебе хотелось бы. И вот начинается. Такого не должно быть. Если перед глазами есть четкая цель, неважно, сколько подножек будет на пути, ты к ней будешь отлично идти. Было ли такое, что у вас возникали конфликты с преподавателями более высокого уровня, я имею в виду по стажу и по возрасту, но при этом они понимали, что что-то у них не получается, они пытались скинуть на вас свою работу из серии. Ну, вы молодой, вы сделаете, вот потом мне принесете и покажете. Мне как-то, не знаю, везло, наверное, на коллективы, или в целом так получалось, что вот это вот «вы молодой» такого никогда не было в плане ущемления. Такое было, наоборот, как преимущество. Это я говорил, что я молодой, а вы постарше. То есть тут, наверное, не меня булили, а я булил. Потому что преподаватели постарше, ну, прям совсем постарше, они уже такие, они закоснелые, у них уже все вот по сценарию, у них каждый урок чуть ли не слово в слово одинаковый, у этого есть свои недостатки. И иногда подшучивать, подтрунивать над преподавателем постарше, я считал и считаю допустимым. Опять же, если это на той стороне воспринимается нормально. Но тут тоже, как пойдет с коллективом. То есть, если я как специалист, как профессионал прихожу в школу, с понятной целью, у меня есть какие-то, не знаю, сложившиеся, хорошие взаимоотношения с администрацией. Администрация видит, что я сюда пришел не просто так, не потому что там надо было куда-нибудь прийти, а я пришел с какой-то целью. Дети от этого, ну, скажем, условно, выигрыша. Я себя чувствую уверенно. Из-за этой уверенности я могу сам улучшать окружение вокруг себя, не поддаваясь на то, что происходит снаружи. Хорошо. Скажите, пожалуйста, с какими мифами об учителях-мужчинах вы сталкивались? В учителя-мужчины идут те, кого больше никуда не взяли. Это вот такая низшая каста неуспешных мужчин, которые, ну, ничего у него не получилось, и вот он, ну, ладно уж, пристроился к какой-то школе и влачет там свое жалкое существование. Ни в коем случае. Несомненно, есть такие ребята тоже, которые тут попробовали, там попробовали. Ну, ладно, ну, что я еще умею? Ну, буду уж немного преподавать. Это, конечно, очень печально. Я, когда изредка такие случаи слышу, я сразу примеряю на себя, типа, блин, если у меня тоже так, можно у меня не будет так? Это грустно. Но в большинстве случаев, которые я, по крайней мере, знаю, учителя-мужчины, если вот завтра закроется школа, они послезавтра найдут в себе работу, скорее всего, более высокооплачиваемую, чем в школе, скорее всего, с большим потенциалом для карьерного роста, просто их что-то удерживает в школе, каждого что-то свое. Поэтому это миф, который для меня лично на моих примерах, на моем опыте очень быстро развенчался. Учителями, мужчинами идут люди не в последнюю гавань, а целенаправленно за чем-то. То есть из всего того, что мы сейчас обсуждали, мы можем сделать вывод, что важно, чтобы в школе были мужчины учителя и женщины учителя. И здесь возникает такой вопрос, как же мотивировать, и если бы вы могли, какими словами вы бы приглашали мужчин пойти работать в школу? Первое, что нужно сделать для привлечения большого количества мужчин в школу, обеспечить им не то, что даже финансовое благополучие, большие зарплаты. Нет, нужно смотреть чуть глубже, обеспечить им спокойствие по поводу их семьи, что он, как глава семьи, свою семью содержит. Если мужчина будет это понимать, никаких ограничений для того, чтобы стать учителем, у него не будет. Когда у мужчины закроется вопрос его финансового спокойствия, следующий вопрос, умею ли я это делать, а вдруг у меня не получится, а вдруг еще чего-то там. На самом деле у всех получится просто что-то свое. У меня есть огромное количество примеров ребят, которые занимаются бизнесом, работают на каких-то других вообще сферах, должностях, но когда мы обсуждаем педагогику, часто просакивает мысль, а вот я, знаешь, я тоже думал, может мне пойти в школу попреподавать, попреподавать, имеется в виду именно попреподавать, а не взять на себя полторы ставки. У меня есть ребята, которые занимаются профессиональными видеосъемками, я как-то их пригласил к себе в школу, где я работал, провести такой один урок вечером для большого количества учеников по пилотированию коптера дрона. Это было года четыре назад еще, тогда эта тема прям развивалась, развивалась. Я уже думал, где бы мне достать денег, чтобы им заплатить, если они придут. А еще это было в Челнах, а они приезжали из Казани. Я немного удивился, но в целом понял, когда они обиделись на меня по поводу денег, «Какие деньги? Ты что, мы сейчас приедем, потому что нам нравится, нам интересно, мы тоже хотим чего-то вот такого». Просто не в том масштабе, как ты. Приехать с детьми, поработать, попреподавать, оно есть, оно у мужчин есть и оно заложено. Примерно годам к 27, 8, 9 у мужчин возникает психологическая, не знаю, богом заложенная потребность разговаривать с маленькими людьми, с детьми. Мужчина, понимая, что он переходит в стадию зрелости, хочет оставить какое-то наследие подрастающему поколению. Если вот это вот для души популяризовать, то есть реально сделать почву для этого. Например, вот школа, в которой администрации выделено время, выделено кабинет, то есть что мы хотим вот такого ума обучать детей и прямо через родителей, через какие-то организации, через какие-то, не знаю, через соцсети приглашать просто сторонних людей, профессионально в свое дело, вести эти кружки. Я считаю, это выстрелит. Особенно бездетный мужчина, у которых в семье нет, которым нужно куда-то вот эту вот свою потребность реализовать, абсолютно точно получится. То есть это из того, что мы можем сделать прямо сейчас. Да, мы не можем сделать всем зарплаты по 200 тысяч прямо завтра, но какие-то вот такие начинания мы можем предложить. Очень важно выстроить нормальную работу в школах. Каждый мужчина так или иначе контактирует с школой через своих детей. Если это семейный человек, вот он отводит ребенка в школу, там контактирует с учителями. Если мужчина приходит на родительское собрание своего сына, и все, что он видит, это уставших, озлобленных классных руководительниц или руководителей, даже мужчин, у него складывается впечатление о школе такое, негативное, что, ну, учителя, конечно, несчастные люди, бог им в помощь, вот так. А себя он ни в коем случае не примеряет на такую роль. Это третье. То есть, получается, третий пункт, это мы должны избавить вот эту нагрузку с учителей и распределить ее более корректно. Очень сильно нужно поработать над психологическим портретом современного преподавателя. Как учителя ощущают себя в современных школах? Во всех школах. Не только в каких-то там элитных, частных, еще каких-то. Во всех школах. Вот МБОУСОЖ. Нужно, чтобы преподаватель там себя ощущал комфортно, чтобы он был счастлив. И все такие, чтобы были. Тогда, в целом, в обществе сложится положительный образ учителя. Что учитель это не какой-то загнанный человек, а это очень счастливый, достойный человек. Если в обществе будет такой образ, и мужчины, и женщины хлынут потоком преподавать. Потому что, почему нет? Четвертое связано с третьим. Такой образ нужно не только и не столько передавать общему миру, сколько передавать детям. Если дети видят перед собой на протяжении всего своего обучения примеры несчастных, уставших учителей, ну, кто из них в здравом уме в трезвой памяти пойдет в педус. Да, никто не пойдет. У учеников должно быть уважение к учителям. Иногда это уважение достигается авторитетом. Иногда это уважение достигается профессионализмом. Иногда, даже довольно часто, заботой. Если ученики по совокупности причин любят учителей, которые перед ними испытывают к ним уважение, доверяют им, хотят быть похожими на них, так или иначе где-нибудь у кого-нибудь отложится, я тоже пойду к учителям, почему нет? Вот же нормальный человек, счастливый человек, тоже хочу так. Таких примеров очень много на самом деле. Опять же, возвращаясь к гендерному разделению, к сожалению, это почти всегда о девочке, потому что у женщин-учителей вырабатываются более доверительные отношения с ученицами, чем с учениками. Тут мы возвращаемся к тому, что это доверительное отношение у мальчиков должно вырабатываться с учителем-мужчиной. В этом диссонанс, дисбаланс. Одна из задач, одна из задач в целом мужского сообщества в школах в то же время прививать парням, мальчикам почет педагогической профессии. Следующий мой вопрос. Какие предметы, на ваш взгляд, необходимо добавить в школьную программу, чтобы дети могли понимать, осваивать и усваивать свои социальные роли? Предметы, в первую очередь, связанные с деланием чего-нибудь. Предметы, связанные с учением чего-нибудь, такого очень много. С деланием чего-нибудь очень мало. В очень маленьком количестве школ есть разделенные уроки труда. Что вот у нас социально принято, что мальчик берет в руки молоток и чего-нибудь колошматит, а девочка берет в руки иголку с ниткой и чего-то там вышивает. Мы, конечно, немного лишаем возможности пересекаться их, потому что наверняка есть какая-нибудь девочка, которая хочет чего-нибудь поделать молотком. Поделает, если хочется, почему нет. Или мальчик, который станет шикарным сапожником, будет за огромные деньги потом свои ботинки продавать, который будет шить, а научится этому на уроке труда у женщин. Такое возможно, но нужно сделать эту систему более гибкой. Добавить предметы, максимально ориентированные на использование в текущем мире. Что-то такое, что он не забудет. Хорошо, но это в моем понимании. В моей школе это были уроки УПК, где мы как раз-таки проходили в другое здание. Мальчики мастерили, а девочки шили. Такие уроки есть не везде. Такие уроки есть в школах, которые этим озадачиваются. Сейчас у нас упор на таких белых воротничков, на IT-специалистов, поэтому голубые воротнички немного отстают. Возможно, имеет смысл добавить именно эти воспитательные уроки или, если нужно, беседы, где конкретно будут обсуждаться социальные роли мужчин и женщин. И можно даже их гендерно разделить, чтобы класс, даже если он смешанный, вот конкретно на уроке благородных девиц и джентльменов, чтобы вот их разделяли, чтобы джентльменам рассказывали, каким нужно быть джентльменом. То же самое с юными леди. Сейчас это происходит так, поскольку в фоновом режиме может быть между уроков или на уроке как-нибудь затронется, но чтобы специально разделять класс, параллель, поделить на две группы и урок воспитания это дополнение наверное к текущим разговорам о важном. Сейчас есть разговор о важном. Более углубленная версия этого определение социальных ролей. Помочь маленькому человеку, подростку, ребенку помочь ему принять гармоничную, счастливую социальную роль, которую он возможно своими силами примет еще не скоро. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, как родители реагируют на мужчин-учителей, что от них ждут? Конечно, когда учитель совсем-совсем молодой, только с универа или даже во время универа начинает контактировать с родителями, это может вызвать сложные ситуации. Так это назову, потому что когда я начал преподавать, я многим родителям в сыновья годился, а я же еще учитель русского, с русским всегда у всех проблемы, и вот я объясняю родителю, что ребенок у него не настолько грамотный, как это родитель думает, а родитель же видит проблему во мне и предъявляет свои претензии мне, а он же еще видит перед собой студента, пацана. Тут, конечно, все на усмотрение родителей, то есть есть родители, которые понимают, что перед тобой не просто 20-летний парень, а преподаватель, а есть родители, которые дают волю чувствуем эмоциям, но очень важно, как преподаватель сам себя поведет, как я сам себя поведу. Со временем, через год-два, я очень четко научился себя ставить, неважно, насколько старший, неважно, насколько авторитетный, агрессивный передо мной родитель, я все равно ставлю себя в свою удобную, комфортную мне позицию, в то же время, естественно, понимая, что она объективно правильная, наверное, из-за того, что, ну, когда я уже стал постарше, когда уже вроде не совсем пацан, а уже какой-то плюс-минус дядька, получалось вырабатывать такой вид взаимоотношений с родителями, что с мужчинами, с отцами, мы как, ну, мужчины и мужчина, мы как-то по-мужски обсуждаем детей, по-мужски детей обсудили и нормально, то есть с мужчинами в этом плане не всегда, кстати, проще, когда совсем приходится чуть ли не в конфликты входить, но по-мужски можно обсудить его сына или дочку, нормально. С женщинами при должном подходе, при должном показе себя я могу вызвать доверие, что женщина доверяет мужчине. Как правило, как бы это сейчас не звучало, сексистки, женщины, как правило, стремятся доверять мужчинам. В принятии каких-то сложных, рискованных, непонятных решений пусть вот решит и решит. И довольно часто это срабатывало, особенно когда я логично объясняю, почему с ребенком вот сейчас так и нужно по-хорошему сделать вот так. Довольно часто родители мамы с пониманием относились, что, ну, наверное, вы правы, наверное, так действительно надо, с отцами разговор всегда еще короче. Очень важно понимать, что мы с родителями на одной стороне. Наша цель с родителями одна. Вот есть ребенок, наша цель его взрастить полноценно. Давайте подведем уже итоги. Может быть, что-то я не сказала и вам есть, что еще добавить, о чем поделиться. То, как мужчины идут в педагогику и то, как женщины идут в педагогику, разные два пути. Большую часть развития цивилизации преподаватели были мужчины. Мужчина идет учить с целью. У него есть идея, у него есть замысел, у него есть какой-то проект, который он хочет воплотить в жизнь. Он может этот проект структурировать своим мужским мозгом, добавить какое-то, не знаю, своего отношения. и полноценно развитый мужчина на должности преподавателя может наделать несоразмерно великих вещей. Главное, чтобы он понимал, что он делает, насколько это важно, насколько это значимо, отдавался этому без фальши, потому что школа, она очень быстро такое проверяет. Школа, любая школа любого человека очень быстро проверит. какой он на самом деле. Потому что дети всегда этим занимаются. Дети всегда проверяют. Новенький учитель, новенькие дети, неважно. Всегда дети будут щупать, а что ты за человек такой? И вот тут и выяснится, что ты за человек такой. В этом плане, конечно, сложно сказать, что школа это то, что нужно пройти всем мужчинам. Нет, есть ребята, которые объективно будут делать лучше другие вещи, чем преподавание. Но многие мужчины, которые до этого о преподавании не задумывались, могут себя реализовать максимально полноценно вот на этом поприще. Мы общались с Айнуром Хадеевым, учителем русского языка и литературы, IT-лицея Казанского федерального университета. Я думаю, диалог получился действительно интересным и многообразным, поэтому в скором времени будем ждать учителей и мужчин в школах. На этом большое спасибо. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова